Только сегодня стало известно об авиакатастрофе, которая произошла два дня назад, буквально в нескольких километрах от Екатеринбурга. Впрочем, катастрофа, это, наверное, сильно сказано. К счастью, оба находившихся в кабине тренировочного самолета человека целы и невредимы. Но, тем не менее, реальный самолет Як-18Т упал с неба на колхозное поле под Арамилью и пролежал там два дня. И об этом почти никто не знал. А тот, кто не знать не мог, делал все для того, чтобы никто не узнал больше. Почему, остается только догадываться, но об этом позже. Самолет этот приписан к аэродрому «Уктус», что в Арамиле эксплуатирует его в Федерации любительской авиации России в целях обучения пилотов-любителей. 28 февраля днем как раз и выполнялся такой учебный полет. В четырехместной кабине Як-18Т находились двое – наставник и курсант. Сейчас стало очень модно среди людей состоятельных, помимо обычных водительских прав, иметь еще и летное удостоверение. Не то, чтобы перед пацанами попантоваться, а так нравится. Впрочем, мы ничего плохого в этом не видим. Будущее за частной авиацией. Самолет взлетел с «Уктуса» около двух часов дня. Весь учебный круг по времени минут шесть, но уже на второй минуте от взлета заглох двигатель винтокрылой машины. Пилот вынужден был сажать самолет прямо на колхозное поле. Благо на улицах, хоть и не календарная, но зима. В другое время года такой трюк вряд ли бы прошел столь мягко. Надо отдать должное мастерству пилоту. Убрав шасси, он настолько мягко опустил машину, что практически не повредил ее. Лишь отлетели лопасти, зацепившиеся за снег. До трещинами пошло лобовое стекло. Хоть представители федерации отрицают, но, вероятно, все же это следствие удара головой. Что же из себя представляет сам самолет Як-18Т? Это машина, завершающая серию самолетов Як-18, выпускавшихся еще с 1947 года. Затем литеры после цифры 18 менялись. У, А, П, П, М, П, С. Як-18Т впервые совершил полет в 1975 году. Решением Совмина СССР эта модель была принята в качестве учебно-тренировочного самолета для училищ гражданской авиации. В 1988 году их сняли с эксплуатации и обязали списать. В те времена некоторые проворные авиалюбители умудрялись выкупать вполне исправные машины за 500-800 советских рублей, то есть по цене недорогого мотоцикла. Так Як и стали основой любительской авиации в СССР, а позже и в СНГ. В 1993 году эту модель начали выпускать вновь. Як-18Т – одномоторный четырехместный самолет, склепанный металлическим фюзеляжем. Консоли крыла, элероны, киль, стабилизатор, рули высоты и направлений имеют обшивку из хлопчатобумажной авиационной ткани или перкаля. Размах крыла около 11 метров, максимальная скорость – 295 км в час. Дальность полета до 600 км, высота – до 4000 метров. Что произошло с двигателем 28 февраля, пока неизвестно. Это должен выяснить московский инспектор, которого ожидают уже два дня. За это время к самолету тяжелыми тракторами расчистили дорогу и ломают голову, как бы его с поля эвакуировать. Можно было бы это сделать вертолетом. Вес не очень большой, менее полутора тонн. Но мешает установившийся вчера сильный ветер. Сейчас думают загнать к самолету тягач-длинномер и водрузить машину с разобранными крыльями краном. Но как-то убирать ее отсюда надо. За те несколько часов после аварии, когда пилоты добирались до Уктуса, ягд едва не разобрали на запчасти местные подростки. Десятки детей, несмотря на то, что снега в поле им почти по уши, пробрались к самолету и стали крутить все, что вертится, и двигать все, что движется. Невдомек было и местный шантропе, что крылья самолета тряпичные. В результате, помимо смены винта, придется еще и латать прорванную в двух местах обшивку крыльев. А теперь о том, почему никто не знал об этом чрезвычайном происшествии. Во-первых, место, конечно, глухое. Колхозное поле между селами Патруши и Бородулино. Даже из самих этих деревень видно плохо. Девять из десяти сельчан, что мы встретили, ничего о падении самолета не знали. Один вроде бы слышал. Я знаю только то, что просто упал. Больше я как бы видеть даже не видел. Мне как бы рассказали, знаю, что за газовой котельной вроде бы, да, на поле где-то. Это было позавчера, по-моему, или вчера ли. Удивляет другое, как при таком количестве средств массовой информации в областном центре весть об авиакатастрофе удалось замолчать. Видимо, кто-то этого очень хотел. Нам все-таки удалось снять севшую в поле летающую машину. Но когда съемочная группа отправилась в обратную дорогу, к самолету на Ниве подкатило летное начальство. А один из авиаторов бросился за нами в погоню. То ли кассету хотел отобрать, то ли договориться. Чувствовалось, что ему приказали любой ценой не допустить в эфир этот сюжет. Тем не менее, это и часто собрать физическую лицу. Зачем его вспомнить? Ну, мы же не врываемся никому к физическим лицам. Конкретно физическое рассмотрение с ним. Мы вышли в поле, если не знаю. Летчик упорно доказывал, что никакого происшествия на самом деле нет. А то, что мы видим, это вполне штатная ситуация. Чего в поле? Скажите. Вот нам захотелось сюда сесть, мы сели здесь и решили поле здесь почистить. Мы вашу версию передадим. Скажите, как вас зовут, мы скажем. Вы можете сказать в камеру, и это будет, не хочу я это говорить. Тем более в камеру. Чем было продиктовано упорное нежелание придавать огласке эту аварию, вполне понятно. Во-первых, как им кажется, это антиреклама. Люди испугаются и перестанут учиться летать. Это, конечно, ерунда. То, что любая техника отказывает, знают все. Здесь же налицо мастерство и отвага инструктора, сумевшего посадить самолет с наименьшими потерями. Дело, скорее всего, в другом. Это происшествие может лишить аэроклуб лицензии. За что? Да хотя бы за то, что пилот, пронебрегая инструкцией, не сбросил двери самолета. Пожалел, наверное. Хотя все и закончилось хорошо. А может быть, если эта машина на самом деле частная, хозяева вообще не должны были узнать об этом ЧП. Так или иначе, мы не виноваты. Самолет лежал два дня, на третий, извините, не вытерпели. Хотя мы люди сухопутные, и все наши догадки могут казаться полным бредом. Чтобы такого не происходило, нужна информация. Ее знающие ее люди скрывают. Впрочем, мы все равно рады, что все закончилось хорошо. Конечно, лучше самолетом не падать вообще. А если падать, то, по крайней мере, так же красиво.